Этой девятиэтажке уже 40 лет, и в каждом из семи подъездов проживает несколько десятков семей, которые ежедневно пользуются лифтом. Прежние верой и правдой отслужили почти в два раза больше положенного срока эксплуатации. Ну, нет, конечно, не важно, конечно, есть там пободренные, поисписанные, эти ребятняжи, поисожгли эти все кнопочки и все. Ну, понятно, столько лет. Но в конце декабря жизнь постояльцев этого дома стала комфортнее. Здесь по инициативе самих жильцов в короткий срок, всего за два месяца, установили новые лифты. Правда, во время ремонта, говорят пенсионеры, было нелегко. Представьте себе, вот после операции люди, я с глазами была, люди с ногами, и не выходили, естественно. Вот с 8-го, с 9-го люди, естественно, не спускались. Мы еще до 5-го, до 6-го как-то маленько передвигались по этажам. А нет, люди сидели. В 21-м году лифты подорожали на 20% за год. А в 22-м году уже за полгода подорожали на 30%. Просто-напросто я сопоставила, что будет в дальнейшем. И пришла к нашим людям, объяснила им всю эту ситуацию. О том, что если мы, значит, сейчас не установим, то потом цена будет лифтов, ой-ой-ой, какая. Инициативу жителей дома поддержали в региональном фонде капитального ремонта, которому удалось договориться с подрядчиками и заключить договор об оплате услуг и техники в рассрочку на 5 лет. 7 лифтов обошлись в 16 миллионов рублей. Это деньги, которые успели скопиться за счет ежемесячных взносов жителей всего края. Срок эксплуатации завершился 25 лет, поэтому лифты меняли в этом году. Рассрочка помогла, да, тем самым произвести замену. По актуализации программы, которая сейчас как раз проходит, до конца года будет актуализирована, будет определено также на 2024-2025 год лифты по краю, в принципе, какие будут еще меняться. За 2023 год фонд провел ремонт 163 лифтов в 49 домах. А всего капитальный ремонт провели для 300 многоэтажек. Это на 58 больше, чем в прошлом году. Растет скорость ремонта, говорят специалисты. Подрядчик уже справляется с работой быстрее, чем за три месяца, установленные договором. Если возникли проблемы с лифтом, обращаться следует к управляющей компании. В случае гарантийной поломки фонд привлекает подрядчика, а завод-производитель техники дает новую гарантию на срок службы уже в полтора года вместо пяти. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.